Добрый день! В эфире программа «Третий возраст» и я её ведущая, Леди Артищева. Это программа о тех, кто не хочет стареть, и о том, как жить полноценно в любом возрасте. А находимся мы в свободном пространстве «Циферблат», в месте, где уместно говорить о времени жизни. Однажды я была на публичной лекции об активационной терапии и там услышала от своей хорошей знакомой Галины Тютюниковой выражение «Интеллектуальный кайф». Потом каждый раз, когда мы с ней встречались, она рассказывала о потрясающих семинарах и каких-то конференциях, на которых она бывала. А бывала она по всей стране и всё время ездит на эти конференции. И она рассказывала о том, какую информацию она получила, испытывая тот самый интеллектуальный кайф. Она всё время осваивает какие-то новые методики, оздоровительные методики, какие-то программы, практики, диагностики, а потом тестирует это на себе, на своих близких, на своих родных, а потом уже рассказывает об этом своим ученикам, читает об этом лекции. По образованию Галина физиолог. Она закончила Ростовский государственный университет, факультет биологии. Совсем недавно вместе с мужем Владимиром они презентовали школу правильного питания. И совсем недавнее увлечение её – это танцы. Итак, знакомьтесь. Галина Анатольевна Тютюнникова. Недавнее твоё увлечение – танцы. Что в твоей жизни такого произошло, что тебе захотелось танцевать? Одна из моих пациентов привела меня на тренировку по сальсе. И я поняла, что сальса – это то, что я, наверное, искала все годы, когда… пока я не танцевала. Твой инструктор по танцам, Аркадий, он сказал, что сальса – это танец для активных и жизнерадостных людей. Что тебе даёт этот танец? Ну, на самом деле, для меня танец – это вот настолько часть меня, что я даже не могу сказать, что он не даёт. Он просто… это просто часть, которую я проживаю в течение недели. Это необходимая часть меня. Сказать, что даёт мне какую-то радость – нет. Это настолько вот во мне этот танец, что это часть моей жизни. И я эту часть внесла вот сейчас в свою жизнь. И сейчас, ну, я очень рада, что я могу танцевать. Как часто ты танцуешь? Два раза я хожу на тренировки групповые и беру один раз урок индивидуальный. В неделю, да? Да, в неделю, да. Три раза в неделю. Но стараюсь иногда попадать на вечеринки. Это что такое? Да, вечеринки. Ну, оказывается, вообще мир танца удивительный. Именно мир социальных танцев. Потому что каждое направление имеет свои какие-то тусовки. Тусовки – это вечеринки. Собираются люди, танцующие тот или иной танец, там, сальса, ну, почата сейчас, да. Мы видели. Это у нас в Ростове, у нас есть в Москве такие вещи. И чаще я езжу в Москву, чтобы попасть на вечеринки и там уже потанцевать полноценно. С теми носителями даже этих танцев. Кубинцы приезжают в Москву, они там живут. И вот танцевать танец с кубинцами – это, конечно, великолепно. Что вообще питает твой позитивный настрой? Ну, на самом деле, я занимаюсь тем, что я люблю. То есть я училась там, где мне нравится. Я всю жизнь делаю то, что мне нравится. Я занимаюсь физиологией, я занимаюсь питанием, я занимаюсь здоровьем людей. И я танцую. То есть, в принципе, все, что я делаю, все доставляет мне неописуемое удовольствие с самого начала. Видимо, это и питает позитивный настрой. Ну, а теперь хотелось перейти как бы к вопросам профессиональным. И ты достаточно много проводишь марафонов по детоксикации организма. Причем эти марафоны проходят и в интернете, ты читаешь лекции. Вот скажи, пожалуйста, как можно понять, нужно ли человеку эта программа детоксикации? По каким признакам человек понимает, что ему нужно провести детокс? На самом деле, человеку надо подсказать, что ему нужно провести именно детоксикацию. Потому что зачастую люди обращаются с жалобами на повышенную усталость, на плохой сон, на, может быть, плохой внешний вид. И так как сейчас такая жизнь очень насыщенная, люди считают, что они просто очень много времени тратят на работе, перерабатывают, устают. И все, что связано с таким плохим самочувствием, это просто банальная усталость. Но когда они, допустим, уезжают в отпуск или где-то на отдых, и проходит отдых, а у них состояние остается такое же, вот, недовлетворительное, это говорит о том, что прежде всего у человека нарушена внутренняя среда. И именно вот нарушение внутренней среды, то есть интоксикация определенная, и приводит к таким состояниям. И тогда вот человеку можно предложить программу детоксикации. Детоксикация. Что это за программа? Как долго она проходит? Что она предполагает? И какова цель ее? Ну, дело в том, что само слово детокс. Детоксикация, то есть выведение токсинов. Программ детокса очень много сейчас. Эта тема очень популярная в интернете, везде. Я просто, ну, не то что создала, ну, можно сказать, даже создала программу, которая близка мне, как физиологу. Существует много программ. Я для себя выбрала достаточно такую, как бы первую программу, которую я предлагаю людям. Самую простую. Это отказаться от той пищи, которая и вызывает интоксикацию. Но отказаться дам время, потому что очень часто неправильная пища вызывает нарушения в кишечнике. Нарушение в кишечнике приводит к тому, что в свою стенку кишечника начинает проникать не то, что необходимо организму, а все, что не нужно. И для того, чтобы восстановить стенку кишечника, нужно просто на время какую-то часть пищи, часть продуктов убрать. Что это за продукты? Ну, прежде всего, мы убираем молочные продукты. Мы убираем все, что связано с глютеном. Это сейчас такая тема достаточно спорная, но поднимается. Это злаковые. Это то, что нарушает проницаемость стенки кишечника. Мы убираем на время. Примерно на неделю. Максимум на 10 дней можно это сделать. За это время организм отдыхает. Стенка кишечника восстанавливается. То есть токсины уже не проникают сквозь стенку кишечника. И дальше человек начинает эти продукты обратно возвращать. И если они ему подходят, то есть он не испытывает тех ощущений, которые он испытывал раньше. Усталость, утомляемость, сонливость, может быть. Значит, они подходят, и он прекрасно использует их и дальше. Если вдруг какой-то продукт вызывает тут же после приема пищи дискомфорт в области желудка, живота, опять же, сонливость, какое-то ощущение дискомфорта, все. Это говорит о том, что этот продукт ему не подходит, и мы выбираем, может быть, даже навсегда. Это вот самая простая программа. А есть какие-то вот заведомо вредные продукты, которые нужно, в принципе, исключить вообще? Вот чего нужно все-таки избегать? Первое, что мы избегаем с самого начала, это, конечно, сахар. Вот чистый сахар и все, что содержит чистый сахар. Ну, по большому счету, все сладости такие откровенные. Потому что сахар, и не буду поднимать просто эту тему, она серьезная тема, но сахар мы исключаем сразу. И навсегда? И навсегда. Стараемся, конечно, навсегда. Но не у детей, у взрослых. Детям все-таки нужно немножечко. Второе, что мы стараемся, в принципе, исключить, ну, практически навсегда, это готовые продукты. Если мы не знаем способ приготовления продукта, лучше его не использовать. Вот. Ну, иногда, конечно, на праздники можно поесть какую-то вредную пищу, не зная, там, из чего она сделана, но это иногда. А вообще лучше всего отказаться от такого производственного. Уходим от фосфуда, конечно. Но это основное, что мы убираем. Мы стараемся все-таки готовить самостоятельно. Я обучаю своих клиентов, пациентов, все-таки готовить самостоятельно простые вкусные вещи из того, что они купили на рынке или в магазине. Из натуральных продуктов. Из натуральных продуктов, да. Вот скажите, вы проводите марафоны, и в них участвует, ну, там, до 70, до 100 человек, да, в этих марафонах в интернете. Вот по каким результатам вы судите, что это действительно было эффективно? Вот люди с вами 10 дней, потом там еще 3 недели, и потом, вот как вы судите, что это действительно прошла некая детоксикация? Да, люди, во-первых, делятся результатами своими, но прежде всего многие отмечают общее повышение настроения, общую легкость. При пробуждении они уже чувствуют себя отдохнувшими, потому что одна из, как бы, не причин, а следствие интоксикации – это пробуждение уже уставшим. И когда человек хорошо засыпает и хорошо просыпается, это уже хороший результат. Неожиданным, я считаю, что дополнительным бонусом вот такой детоксикации является потеря веса, потому что, когда мы уходим от токсинов, естественно, снижается воспаление, и человек просто теряет воду. И когда он теряет воду, это 2-3 килограмма уходит, ну, получается, в весе, уходит объемы, это очень радует людей, повышается настроение. Это первые хорошие такие вот результаты нашей детоксикации, вот на самой простой программе. Уменьшение объемов происходит? Да, да, конечно, уходит вода, уменьшаются объемы. Скажите, пожалуйста, а все-таки какие продукты вот необходимо включить в свой рацион, чтобы все-таки, ну, избегать такой сильной интоксикации организма? На самом деле питаться нужно просто, ну, правильно. Что такое правильное питание? Это когда человек ежедневно употребляет пищу полноценный белок, то есть это мясо, птица, рыба, морепродукты полноценные, это полноценные жиры, то есть это какие-то виды растительного масла, это сливочное масло, это немножечко сало каждый день, это кокосовое масло я очень люблю, вот рекомендую всем. То есть обезжиренные продукты – это не панацея? Нет, это не то, что не панацея, это просто такое было большое заблуждение, обезжиренные продукты. Жир нам очень нужен для того, чтобы была красивая, ухоженная кожа, чтобы у нас простраивались гормоны, чтобы достаточно были молодыми и активными. Нам нужен жир, только жир должен быть полноценный и правильный. Вот как раз-таки яйца – это самая, ну, можно сказать, полноценная еда, потому что самый лучший белок содержится в яйцах, и самый лучший жир содержится тоже в яйцах вместе с фосфолипидами. А холестерин в яйцах все пугают? Холестерин нам нужен для наших мозгов. Если у нас не будет холестерина, к сожалению, мы будем хуже думать и запоминать. Поэтому холестерину – зеленый свет. А как вы относитесь к вегетарианству? Я отношусь таким образом. Если вегетарианство по каким-то философским таким позициям – это их выбор, что называется. Если просто с целью похудеть или оздоровиться – я против. Потому что вегетарианцы, как правило, не добирают полноценного белка. А белок – это то, из чего состоит вообще наше тело. И нам необходим каждый день белок именно в полном его объеме. Недобор белка чем чреват? Ну, во-первых, белок – это наши мышцы. Это не только мышцы мускульные, это мышцы сосудов, это мышцы сердца, это наше лицо. И когда мы не добираем белок, организм все равно его возьмет. Но возьмет он его из самого себя. Прежде всего, это будут мышцы, наша мускулатура. И что очень неприятно для женщин – это мышцы лица. Поэтому недобор белка – это и нарушение вот такого мышечного корсета, и внешнего вида того же лица. То есть оплывает лицо. Как часто нужно питаться? И в день какая есть позиция по этому поводу? И что такое правильный завтрак, хороший обед и полезный ужин? Примерно. Давайте начнем тогда с правильного завтрака. На самом деле, правильный завтрак – это не каша. У меня даже есть такая вот лекция, особенно для родителей, что правильный завтрак для ребенка – это не каша. Дело в том, что утром организму нужен полноценный, легкоусвояемый белок. Как же без овсянки? Если две ложки хотите, пожалуйста, съешьте. Но вот самое лучшее… Вообще, вот, кстати сказать, овсянка сэр – это вообще взято из фильма про овсянка Холмса. И ничего к английскому завтраку никакого отношения не имеет. Английский завтрак – это яичница с беконом. Поэтому самый лучший полноценный завтрак – это белок, жир и какая-то клетчатка в виде овощей. Поэтому, допустим, яичница с тем же беконом и с салатом – это самый лучший завтрак. Обед, как правило, первое – человек хочет и ест, хочет и не ест. В общем-то, это тоже. Вообще, нужно стараться так, чтобы каждый прием пищи содержал белок, жир и клетчатку. Поэтому что-то белковое, обязательно жир в виде или сала, или сливочного масла, или салата, заправленного оливковым маслом. Поэтому, если, допустим, человек хочет что-то в виде первого, он может выпить чашку бульона. Я, кстати, рекомендую очень своим всем слушателям и участникам марафонов и программ использовать костные бульоны. Сейчас эта тема поднимается. Костный бульон прекрасно восстанавливает кишечную микрофлору. Ужин должен быть, конечно, облегченный. Как правило, это нежирный белок, нежирный белок. И овощи, как правило, лучше всего тушеные. И вот как-то тоже мы думали с мужем о том, сколько все-таки нужно раз есть. Вот старые традиции советские – завтрак, обед, полдник и ужин – все-таки это самая, в общем-то, такая классика. Конечно, для тех людей, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с желудочным пузырем – это отдельная тема. Иногда им нужно есть дробно. Каждые два часа, три часа – это уже отдельная тема. Как правило, лучше всего переходить на трех-четырехразовое питание. Сейчас очень модный такой тренд – интуитивное питание. Вот как выйти на это интуитивное питание, когда организм сам знает, что ему нужно и что ему полезно? Как выйти? На самом деле, вот когда человек находится в состоянии интоксикации, ни о каком интуитивном питании даже не может быть и речи, потому что он вообще не разбирает, он не понимает, что он ест. Ему хочется есть, и зачастую это чувство голода, оно повышенное. И как раз-таки вот после первой программы интоксикации, когда мы на время убираем часть продуктов, а потом начинаем возвращать эти продукты, вот тогда человек начинает понимать, вот идет ему этот продукт и не идет. И я даже по своему опыту, когда я первый раз… По самочувствию организма. По самочувствию, да. Когда я сама первый раз вот на себе эту программу испытала, и, допустим, я очень была творожный человек, очень много творога ела. Творог я убрала, потому что молочку убираем. И когда прошла эта программа, правда она была полуторамесячная, но эта программа началась с того, что я смотрю на творог, я понимаю, что я его не хочу. Я смотрю на что-то там, на тот же кусочек хлеба, и я его не хочу. То есть я уже чувствую, что будет у меня в организме. Вот тогда вот это и есть настоящее интуитивное питание. То есть ты посмотрел и понял, нужен тебе или не нужно. Ты съел кусочек и понял, тебе нужно или не нужно. И вовремя остановился. То есть путем детокса можно помочь организму выбирать то, что ему реально полезно. Да, совершенно верно, да. Вот кроме питания, да, кроме питания и кроме организации питания в детоксе, что еще важно, чтобы организм прошел вот этот процесс очищения? Конечно, одного питания недостаточно. Но прежде всего мы включаем водный режим. Это очень важно. Мы обучаем людей пить. Обязательно физические нагрузки. Но это нагрузки физические очень умеренные. Особенно для тех людей, которые не ходят в спортзал. Во-первых, некогда многие ходить в спортзал. Хотя бы ходьба. Очень важно перейти к полноценному сну. То есть мы во время детокса учитываем, сколько человек спит. Спать нужно не меньше 8 часов женщинам, 7-6 часов мужчинам. На это внимание обращаем. Ну и позитивный настрой. Дело в том, что когда мы активно двигаемся, хорошо общаемся, хорошо спим, у нас вырабатываются вещества, которые называются эндорфины. Ну, в народе называют их гормонами счастья. Дело в том, что гормоны счастья, они вырабатываются у нас в нейронах нашего головного мозга и похожи на опиады, на морфиподобные структуры, на морфии. И когда эти вещества вырабатываются, у нас повышается уровень вообще счастья, позитивное, мы более позитивные становимся. Для нас зачастую, какая бы ситуация ни случилась, мы видим массу выходов из этой ситуации. И всегда на своих лекциях я использую замечательные четверостища Игоря Губермана. В нашем климате, слезном и сопельном, исчезает почти забываемый оптимизм, изумительный опиум из себя самого добываемый. Спасибо. Спасибо. Галина как-то сказала, что вся ее жизнь проходит в темпе сальсы. Сальса – это социальный парный танец. В нем небольшой определенный набор движений, все остальное – импровизация. Спонтанная и непредсказуемая. Каким получится танец, во многом зависит от партнера. Поэтому сейчас нам хотелось бы поговорить с партнером по жизни Галины, с которым они вместе живут уже больше 36 лет, Владимиром Борисовичем Тютюниковым, практикующим психологом. Недавно вы с Галиной заявили новый проект «Школа правильного питания». То, что там делает Галина, понятно. В чем там твоя роль? Что ты там делаешь? Ну, правильным питанием, если так вдуматься, мы больше 20 лет интересуемся. Именно интересуемся. И в конечном итоге сложилось такое три единства, что ли. Как бы вот раньше считали, что Земля на трех китах или слонах стоит. Так и в вопросах здоровья мы считаем на сегодняшний день, что вот эти три слона – это, прежде всего, питание, процентов 80 где-то, физические нагрузки и, ну, можно сказать, позитивный настрой, но я бы сказал, правильная, разумная, адаптированная к сегодняшнему миру жизненная философия, наверное, все-таки. Ну, как психолог. Да. Потому вот именно не психология, вот здесь подчеркну, а вот именно жизненная философия. Человек… Сегодняшняя жизнь от человека требует мудрости уже, а не просто каких-то техник психологических. Вот он должен понимать, что происходит, принимать то, что происходит. Ну, тогда мы можем уйти от всего этого негатива. Но, сами понимаете, когда… Какое питание хорошее не было, если у человека постоянно или в стрессе, или в депрессии, или еще в чем-то, ну, ни о каком здоровье речи быть не может. То есть, в любом случае, ты занимаешься психологическим сопровождением этого проекта? Ну, и физически. Там, конечно, проще все получается. Ну, вот Галина говорила, что там хотя бы 20-30 минут в день разумные физические нагрузки, но иногда просто их приходится даже эти разумные подбирать индивидуально, потому что возраст у людей разный, состояние здоровья разное, какие-то, ну, медицинские проблемы есть. И даже вот в таких слабеньких нагрузках надо очень разумно к ним подходить и наращивать их постепенно. Ну, есть такие небольшие фишки, которые тоже мужачку подсказать. Особо труда и сложности они не занимают, но тем не менее эффект можно получить более чем хороший. И что это за фишки такие? Ой, ну вот три любимых моих. Вот многие знают, сейчас это модно обсуждать, вот нужно там несколько минут в день, там 10-15 лежать на валике. Ну, все слышали, но никто не лежит. Особенно потому, что никто не знает, а, собственно говоря, для чего это нужно. Оказывается, что... Притом, это вот недавно вышло. Сама методика довольно старая. Это Ниши еще японец много десятилетий назад все это придумал. Но оказалось, что с возрастом у нас кости таза из-за жизни остеохондрозов и все прочее несколько меняют свой наклон. Наклон. И в этом положении закрепляются. И наклон таза взрослого, солидного человека, юноши разный. Из-за этого органы малого таза испытывают определенный застой. Дальше идет накопление абдоминального жира в этих местах. Пока мы не исправим таз в нужное положение, избавиться даже худому человеку от пивного животика не получится. А ведь всего нам всего 15 минут полежать на валике. Ну, просто это надо знать и самое главное понимать. Второе, вот из таких вот изюминок, которые мне очень нравятся. Если за 15 минут до приема пищи чуть-чуть поприседать или отжаться, хотя бы от стеночки несколько раз, просто напрячь мышцы. Не нагрузка физическая, просто мышцу заставить вспомнить, что она есть. У нас многие функции в организме, извиняюсь за сленг, работают по принципу, кто первый встал, то в этапке. Вот если мышца первая подала заявку к завтраку, я поработала, дайте мне что-нибудь, то глюкоза пойдет в мышцу, а жир остается в конце очереди. А если не подала, мышца остается в конце очереди. А избыток глюкозы и все прочее пойдет уже совершенно в другие вещи. Тоже ничего сложного. Просто надо вырабатывать привычку. Да, просто нужно вырабатывать привычку вот к таким вот маленьким физическим штучкам. Ну, еще из таких вот тоже мелочей приятных. Если хотя бы раз в день от 15 до 30 раз присесть, но присесть правильно, не сгибая ногу более чем на 90 градусов и подложив что-то под пяточку, а здоровительный эффект получается гораздо более сумасшедший, чем качковые нагрузки с полным приседанием и всем остальным. Это может тебе позволить человек с любой симптоматикой, абсолютно какая бы у него ни была, немножко поприседать, полуприседя. Ну, таких вещей великое множество, я их специально коллекционирую, получаю удовольствие. Осталось только вырабатывать привычку, а привычка очень долго вырабатывается. 21 день, поэтому марафон меньше 21 дня. Вот это же мы здесь все учли, так чтобы... Понятно. То есть за 21 день можно приобрести эту чудную привычку? Ну, как минимум избавиться от старой. Хорошо. Можно ли назвать вот то, что вы делаете, семейным бизнесом? Да. Ну, у нас, правда, всю жизнь семейный бизнес. То есть вы всю жизнь в свободном плавании? Да, мы всю жизнь в свободном плавании, мы всю жизнь делаем то, что хотим, и то, что нам нравится. Не всегда это приносит большие дивиденды, но зато мы довольны своей жизнью. Вы с Галиной уже, вот мы как-то с ней считали, 36 лет вместе. Что у вас, какие интересы у вас совпадают, а какие нет? Ну, профессиональные интересы совпадают. Любовь к живности, вот у нас собаки всю жизнь, тоже совпадают. По танцам мы в параллельных мирах, я бы даже сказал перпендикулярных. Ну, абсолютно, у меня никаких эмоций, танец ее вызывает. А как ты вообще относишься к ее увлечению, такому увлечению сальцией? С пониманием. А то, что она в Москву уезжает танцевать? Ладно, спасибо. Пожалуйста. Наш позитивный настрой зависит от очень многих факторов. Но один из них все-таки правильное питание. Если освободить организм от всего лишнего и токсичного, то вполне возможно захочется танцевать. А если танцевать, то появится очень много поводов для позитивного настроя. Только как бы не выйти из этого волшебного замкнутого круга. Ну, а если все-таки вас преследует уныние, постоянная раздражительность и плохое настроение, может быть, попробовать начать с детокса. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для позитивного, положительного настроя. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова